всем привет с вами яx production в прошлом видео вы жаловались на контровой свет и поэтому мы решили оставить только его и сегодня у нас на обзоре будет осветитель amaran 60d мы приобрели два таких для съемки видео и разогрева еды но в первую очередь конечно для съемки видео потому что у нас с пацанами все-таки видео продакшн где мы снимаем youtube-блоги подкасты музыкальные клипы интервью и чертей в тумане блять кто вывел это на суфлер блять ну давай заново короче свет надо нормальный поставить где мой любимый стрип давай стрип поставим сверху в нашем обзоре мы постараемся рассказать почему он нас так порадовал и какие из подводные камни в его использование а также примерим разные модификаторы дальше я передам слово владиславу он у нас 3d художник но расскажет про заявленные производителем характеристики под красивые биролы amaran 60d это светлённый источник постоянного света форм-факторе компактного моноблока размеры устройства 14 на 11 на 11 сантиметров а вес 700 грамм при столь малых габаритах этот цвет может сравниться по мобильности с фотоаппаратом установленный светодиод на максимальной мощности потребляет 75 ватт а выдает со штатным рефлектором 45 45 тысяч 100 люкс на расстоянии 1 метра да и к тому же с отличным сри каким блять нахуй сри церай ты блять знаешь что это такое нет ну так возьми сам за мир вся комплектация помещается в удобно переносимый чемодан где есть место осветителю с крышкой рефлектору площадки для батарей адаптер для стойки сустав на стойку и питание от розетки 65 ватт может показаться небольшой цифрой но как видно из следующего примера его вполне хватает даже с отражением через потолок чтобы осветить все детали сцены без задирания настроек камеры насчет того чем кормить этого малыша тут предусмотрен разъем на 19 вольт для питания от розетки нас сильно порадовало что на этом гнезде и шнуре питания есть металлические резьбы для надежности соединения давайте посмотрим на надежность соединения бога тян ты проверяла надежность вот там а сната нами кота на также вы можете запитать его от двух классических нпф батарей установив их на комплектную площадку наши батарейки конечно не из упаковки но и хватило на 27 минут работы на полную мощность а на половины и хватило почти что на два часа за это время светодиод раскалился до 150 градусов нам этого оказалось достаточным чтобы пицца не остыла в обед что важно для видео света у него очень грамотно сделан охлад сквозное отверстие идет через весь корпус внутри него находится вентилятор и радиатор со светодиодом выходящий наружу на съемках подкастов и интервью нам ни разу не мешал звук вентилятора даже на полной мощности слышите это я его еще вплотную к микрофону поднес когда amaran 60d у тебя в руках сразу понимаешь что тут нет ничего лишнего вот дискретный выключатель а вот экран со всей необходимой информацией а это маленькая крутилочка регулятор мощность ее можно крутить медленно и точно настраивать яркость а можно нажимать и перескакивать по мощности шагом в 20 процентов сразу могу придраться к тому что когда вешаешь его на высокую стойку не каждый дотянется до регулятора чтобы настроить яркость и поэтому я специально для вас покажу лайфхак нужно всего лишь приловчиться вытаскивать мелод вилку из розетки медленно по чуть-чуть как видите я уже приловчился и у меня получается довольно плавно регулировать яркость это не хуйня это лайфхак для наших зрителей смотри ты знаешь что этих ребят есть приложение bds android которое по-человечески удаленно управляет светом она сделана теми же ребята что делают амаран называет сайт и слайд 3 открываешь ты программу формируешь ней сцену туда мы добавим источник освещения это делается вот нажатием на вот эту кнопку bluetooth и ты после этого можешь нормально вот регулировать яркость а также разработчики туда добавили дополнительные режимы которые обозвали креативными это слово стригер у нас попытаться найти им применение и заодно покажем вам эти амараны в работе у тебя все готово да готов ну давай давай ну может не надо да блять давай давай ну вот еще один эксперимент эксперименты факты истина в последней инстанции до фактов вообще не существует тем более здесь здесь все кем-то выдумано все это чья-то идиотская выдумка неужели вы не чувствуете попробуй догонить мы у Ты опять не работаешь Не работаю Как же я тебя ненавижу Кусок говна Давай работай Я работаю как могу Владик, я разговариваю с лампочкой Сейчас я ее починю И похоже придется заняться Твоей самооценкой Осветитель оснастили байонетом Боленс Это стандарт для модификаторов света Который пришел с фотографии И сейчас хорошо распространен среди видеосвета И под него много аксессуаров Которые начали делать аж в 70 Поэтому люди с фотографическим бэкграундом Легко находят с ним общий язык И применяют то, что залежалось у них на полке Стрип 120 на 40 Я люблю его за сочетание мобильности И мягкости результата Октабокс 80 см Король мобильного портрета Даст еще более мягкую картинку Зонты Это классика По соотношению цена, вес и результат Не имеют конкурентов Бывает зонт на просвет А бывает на отражение Дешевле и удобней вы не найдете Штатный рефлектор Самый жесткий направленный свет Из тестируемых сегодня Отлично проявит себя как контровой Классический рефлектор 18 см со шторками Подчеркнет фактуру точно осветить нужный участок Без насадок мне тоже нравится использовать амаран Особенно в светлых помещениях Линза Фринелли Голливудская классика Создает впечатление сцены И выделит объект где угодно Я лично с ним ощущаю себя гораздо увереннее Чем с популярными сегодня светодиодными панелями На них сложно сообразить какое-либо рассеивание Кроме штатного Ну и кто-то может возразить Ко-ко-ко, у панели без дополнительных телодвижений Свет мягче И будет прав Но мы не считаем это преимуществом Ведь всегда можно взять насадку Которая подойдет под твою задачу Мы не будем отрицать удобство панели При макро и футсъемке Но если тебе вдруг понадобился жесткий свет Четкие тени Панели тебе в этом случае устроят подлянку С множением теней от каждого диода Ну и герой нашего обзора тоже не без их грехов Штатный горшок Не формирует равномерное световое пятно Сам осветитель монтируется на стойке и штативы Через стандартную дюймовую резьбу Это значит, что даже с не самым тяжелым модификатором Есть риск, что он прокрутится на стойке Или вокруг своего же гнезда Да и в целом не думай, что его конструкция Выдержит огромный софтбокс Поэтому важно устанавливать тяжелые модификаторы на стойку А уже на все это сам осветитель Или вовсе ставить отдельную стойку под свет И отдельную под софтбокс При использовании батарей Их заряд можно посмотреть только через приложение Ну и проблему диодного света Можно описать классическим анекдотом Сколько психологов нужно для того, чтобы поменять лампочку Одна, если лампочка готова поменяться Так вот, эта лампочка не готова поменяться Вы не найдете ни психолога, ни мастера Который согласится вам ее поменять Но все равно в итоге Для нас это идеальный вариант И нас очень радует работать с этим светом Это должно быть понятно по нашему обзору И тому, как мы заморочились С физуализацией креативных режимов И с приложения Мы достаточно много внимания уделяем освещению И хочу сказать, что нельзя недооценивать Важной световой схемы в сцене Я вот недавно в театр ходил Так там свет интереснее спектакля был Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Наши обзоры субъективны и предвзяты Потому что мы честны с самими собой и с вами Если вам не нравится, то идите нахуй и отписывайтесь Но чтобы это сделать Вам в любом случае сначала придется подписаться А кнопочка для этого снизу До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok